Зубы мудрости Зубы мудрости достаточно распространенное название. Чаще всего используется и пациентами, и врачами определения. На самом деле это третий маляр. Почему он так называется? Чаще всего его используют название как восьмерка. Это по количеству зубов от центрального резца. В совокупности у нас четыре восьмерки, четыре маляра, четыре зубы мудрости. Почему так называется? Постоянные зубы мудрости прорезываются с 7 до 12-13 лет. Исключение составляет как раз зуб мудрости. Чаще всего это 14-26 лет период прорезывания. У кого-то даже забывают подольше, в 40-50 лет он прорезывается. И понятно, что это ассоциируется с физическим и ментальным зрелостью человека. С приобретением некой мудрости житейской, да? С житейским опытом и мудростью. Поэтому, конечно, называется зуб мудрости. На самом деле это не так. Да, естественно. Сейчас норма, если в современной стоматологии наличие зубов мудрости всех четырех или даже отсутствие одного или двух, или всех. То есть они могут и не прорезываться в течение всей жизни? Да. Они, может быть, даже отсутствуют как зачатки. А от чего это зависит? Мы сейчас поговорим как рудиментарный орган зуб мудрости в современной уже стоматологии. От чего зависит? В эволюционном периоде у нас уменьшились челюсти, верхняя нижняя челюсть. А это с чем? То есть нам меньше приходится жевать твердую пищу? Нам приходится меньше обрабатывать твердой, жесткой пищей. У нас питание рафинированное. И задача зубов мудрости, вообще муляров, это как раз размельчение и размалывание пищи. Поэтому у них достаточно выраженная коронка зуба по площади, выраженные бугры. А у зубов мудрости площадь уменьшается, места для зубов мудрости меньше, все меньше и меньше. Практически не то, что с каждым десятилетиям все меньше. Даже вот у наших родителей, бабушек, дедушек все-таки зубов мудрости восьмерки были. А уже в нашем поколении, это в 80-е, тем более 90-е, зубы мудрости или отсутствуют, или находятся в аномальном положении. Аномальном это как? Аномальное положение. Ввиду того, что недостаточное количество места в вольвелярной части челюстей... Поясните, что такое вольвелярная часть. То есть зуб мудрости в полости ста не прорезывается. Вот той самой коронкой, которую мы должны осуществлять акт переживания пищи. Недостаточное место, и зуб или не прорезывается, находится в зачатом состоянии, находится в самом теле челюсти. То есть полости хта, он не прорезывается никогда. Или пытается прорезываться, но в дистопированном виде, то есть смещается в незубном ряду. Или смещается в щечную сторону, в оральную, то есть в язычную. Или наклоняется к впереди стоящему зубу или сзади стоящему зубу. То есть дистопия по положению. Расскажите, пожалуйста, я слышала, что не так давно было мнение о том, что все эти маляры, все восьмерки, зубы мудрости, говоря человеческим языком, необходимо удалять сразу же, как только они появляются в поле зрения человека. Нужно все понимать, что зуб восьмерка, зуб мудрости, маляр, это все-таки обычный по строению зуб. Но не всегда это, к нему, в вашей ситуации. Ну, все равно, мы все-таки оцениваем его все-таки строение. Если он прорезывается в полость рта, как обычный зуб, у него физиологическая коронка, корни зуба не искривлены, каналы, что важно для дальнейшего лечения, не искривлены, мы его оценим как обычный зуб, и он подлежит, если возникает какой-то кариозный процесс, лечению. Если все-таки, вот мы говорим про аномалии, все-таки зубы мудрости на данном участке времени все-таки встречается, что вот именно аномальное положение для качественного пролечивания зуба не имеет возможности, то, конечно же, его удаление. То есть такого показания, что все зубы мудрости в обязательном порядке удаляются, такого нет? Нет. То есть слух был ложный? Мы все-таки исходим от индивидуального расположения зуба у каждого пациента. Евгения Николаевна, вот вы сказали, есть ли определенные причины, есть ли коронка сформирована, есть ли корни, не имеют никаких патологий, аномалий. Как мы это проверяем? То есть нужно ли обследовать зубы мудрости? В любом случае, мы же посещаем стоматолога раз в полгода, как полагается. И при осмотре стоматолога, если он не находит каких-то кариозных полостей, но делает акцент, что вот здесь третий маляр находится в аномальном положении, что здесь возможно развитие кариеса, и он делает акцент на тщательной гигиене полости рта, что в эту зону нужно более регулярно прочищать, использовать дополнительные методы гигиены. Если появляется кариес, и он понимает, доктор, все-таки стоматолог, что здесь качественное лечение не получится, то он вас направляет на удаление зуба. Вы попадаете к врачу-стоматологу-хирургу. Это, конечно, вам проконсультировать. Может, конечно, любой врач-стоматолог, но я думаю, что врач-стоматолог-хирург, который уже на своем постоянном приеме может рассказать о осложнениях во время операции и после операции удаления зуба, обсуждаете возможность для себя моральную пойти на удаление этого зуба. Мы подбираемся к очень интересной теме, теме удаления зубов, в частности, зубов мудрости. Расскажите, пожалуйста, как сейчас в вашей практике это происходит, какие технологии применяются? Удаление зуба мудрости. И вообще зуба. Давайте, да, удаление зуба мудрости сначала, только более сложно. Все-таки это все равно доктор, когда перед ним идет на удаление зуба мудрости, всегда понимают, что здесь возможны любые сложности, какие-то подвохи. Так, что может быть? Во-первых, это сложность по своему расположению зуба. И применение, как и бормашины, и дополнительных инструментов. Не как привычное удаление все-таки проведения анестезии. Это в любом случае. То есть мы добиваемся адекватного обезболивания. Здесь пациент не должен волноваться, что он будет испытывать боль. Насколько я знаю, у вас предполагается еще и общее. Анестезия, да, то есть общий наркоз. Возможно, общее обезболивание, наркоз. Но это не в 100% случаях. Все-таки мы на общего пациента все-таки говорим про местную анестезию. Мы можем добиться местной анестезии полного обезболивания. Пациент находится в сознании, он контактен, сможет разговаривать, и при этом не чувствует боли. То есть чаще всего пациенты боятся боли. Сейчас существуют современные анестетики и вот какого-то общего обезболивания, когда какой-то внутривенный наркоз, пациент засыпает. Это, опять же, только психологический фактор. Самоотношение человека. Кто испытывает панический страх перед лечением и удалением, да, у нас возможно еще и общее обезболивание. Но мы все-таки настраиваем на местное. А почему местное лучше, чем общее? Ну, во-первых, конечно же, пациент с нами, он контактен. Возможно, более операционный доступ. Потому что зуб мудрости находится в такой анатомической зоне, когда все-таки мы просим пациента максимально открывать рот. Само время вмешательства здесь непрогнозируемо. Это может быть занять полчаса, это может быть занять даже час. В каких-то более сложных случаях и более. Все-таки давать внутривенный наркоз в условиях, мы сейчас говорим про амбулаторий. Про амбулаторий, внутривенный наркоз на какой-то длительный период. Во-первых, это всегда с бригадой анестезиолога. Обязательно. Не только врач-стоматолог-хирург, но здесь еще бригада врач-анестезиолог-аниматолог, медсестра-анестезистка. То есть целое анестезиологическое пособие. И говорю, ну, это все возможно, если пациент не готов под местным обезболиванием. Ну, все-таки настраиваем. Ну, у нас и получается, что в 95 случаях все-таки пациент идет на местное обезболивание, и заканчивается все хорошо. Ну, естественно. Ваши квалификации мы не занимаемся. Нет, я к тому, что и пациент. Морально себя настраивает. Да, морально. Мы, конечно, говорим, что вот как раз на этой консультации обсуждается сама операция, какие возможные осложнения, как мы с этим можем бороться, как себя подготовить к удалению зуба. Поэтому все, исход благоприятный. Вот момент подготовки мы как раз с вами пока упустили. Расскажите вот именно подготовка в чем заключается. То есть пациент знает, что ему лучше всего рекомендовано удалить зубомерсти. Его действия. Во-первых, да. На консультацию доктора поговорили. Сама подготовка – это, во-первых, знание. Пациент уже, вот когда незнание, чаще всего ведь двоишься незнания еще. Осведомление, значит, вооружен. Да, естественно. Он знает, какой будет выбран метод анестезии. Кто будет удалять, во-первых, доверие к доктору. Это, естественно, в нашей специальности без доверия к доктору. Согласна. Согласна. И в зависимости от индивидуального подхода доктор уже может быть назначить какие-нибудь седативные препараты перед самой операцией. Но это, я говорю, что это индивидуально уже на консультации. Потому что сейчас, если говорить о каких-то препаратах, то сейчас бессмысленно. Ну, каждый индивидуально, конечно. Да, бессмысленно, чтобы поговорить и обсудить, за какое время какие препараты принять, для того, чтобы усилить эффект обезболивания, успокоить пациента, чтобы он достаточно спокойно находился в кресле у стоматолога. И помог доктору удалить зуб. Все-таки, когда пациент себя ведет волнительно, а когда манипуляция, она может занять и несколько минут, но на успокоение пациента уходит в несколько раз больше времени, чем. Но мы готовы, мы понимаем, что зуб мудрости, мы готовы. И даже специально у нас в нашей поликлинике выделены операционные дни, когда доктор не в каком-то потоке и быстрее в гонке нужно понимать, что у него ограничено во времени удаление зубов. У него как раз выделен операционный день, и он может заниматься этим пациентом до благоприятного исхода. Прекрасно. А есть ли ограничения в потреблении пищи перед удалением зубов? Мы, наоборот, пациента настраиваем, что, например, если это утром, то, во-первых, это, конечно, гигиена полостерта. Сначала поесть, поесть. Все-таки завтрак, если это обед. То есть только пациент должен поесть все-таки. Не на голодный желудок себя морить. После этого провести гигиену полостерта и прийти на само удаление зубов. То есть на голодный желудок нет все-таки. Я думаю, что даже последствия, чаще всего, к последствии, возможно, какие-то неотложные состояния, которые у нас возникают, все-таки мы без этого тоже не обходимся, в кресле стоматолога, при опросе пациента, что пациент не успел принять пищу. Все-таки он как-то в волнении исключил этот момент из своего рациона. Есть можно все, что угодно. Да. Прекрасно. Идем дальше. Анестезию мы проговорили уже, как это все происходит. Что дальше происходит с пациентом? Анестезию выполняем, дожидаемся полного обезболивания. У нас есть и субъективное ощущение пациента, и так и объективное. То есть мы не только идем на поводу у пациента, что мне кажется, что у меня ничего не подействовало. Многие пациенты говорят, особенно для зубов в верхней челюсти. У нас есть объективные методы исследований. Мы понимаем, что мы здесь заанестезировали операционное поле. Используем методику удаления с применением щипцов и дополнительных инструментариев. Удаляем. Стараемся отравматичный зуб. Просто сейчас еще распространено, зуб удалили, встает второй вопрос у пациента. Мы сейчас не говорим про зубы мудрости, а вообще удаление – это ортопедические конструкции, восполнить зубной ряд. И чаще всего сейчас это имплантация. Поэтому а травматичное удаление, нетравматичное, с сохранением максимальной костной ткани – это сейчас привилегия все-таки у врача-стоматолога-хирурга. Потому что понимаем, что, возможно, в каких-то практически 80 случаев пациент выберет имплантацию. Особенно, если какой-то это включенный дефект. По какой-то причине, когда у пациента присутствуют все зубки, уходит один зубик вследствие травмы, к примеру. Поэтому чаще всего пациент идет на имплантацию. Ну что ж, а дальше что происходит? Зуб удален от травматичным способа. То есть это благополучно. Идут рекомендации пациенту. Тоже в зависимости от его индивидуального, общесоматического состояния. Но чаще всего это исключить прием пищи в течение полтора-двух часов, до трех часов. Не полоскать. Но это и будет в зависимости от нозологии, от клинического проявления. Так. И грустно, это индивидуально немножко рекомендации даются. Но основное это не принимать пищу, прием воды по необходимости. Ну, мы все-таки говорим, что время полтора-два часа. Не беспокоить рану. Чаще всего еще начинают пациенты проверять рану. Тоже исключить этого момента, механического воздействия со стороны пациента. Вот. Оставить рану. А с детками как происходит такой процесс? Им-то ведь очень сложно объяснить, что не надо туда механическое воздействие применять никакое. Опять же, нас еще подсоховала все-таки природа. Как бы мы все-таки как профилактика осложнения после удаления. Говорим, что, пожалуйста, не принимайте пищу в течение двух-трех часов. Не беспокойте языком или каким-то механическим еще воздействием. Если все-таки дети, мы понимаем, что они неспокойные, они могут там проверить сами чуть ли не пальчиком. Попытство. Ну, это детское. Но природа нас подсоховала, все равно кровяной сгусток сформируется и будет защита. Защита, да. То есть в любом случае. Прекрасно. Ну, опять же, мы всегда предупреждаем, назначаем пациентов на повторное посещение после удаления. Особенно какого-то сложного, травматичного удаления. То есть проконтролировать, все-таки сформировался ли кровяной сгусток, чтобы было у нас заживление без воспаления. Вернемся к нашим восьмеркам, к зубам мудрости. Рассмотрели мы несколько причин, почему они могут быть и, скорее, должны быть удалены. Скажите, пожалуйста, есть ли такая категория, рассматривается ли, что у зуба мудрости, поскольку они появляются гораздо, значительно позднее, чем остальные зубы, что недополучают они питание, поэтому их структура несколько изменена. Я поняла вас, да. О чем вы? То, что они прорезываются значительно позднее, чем все остальные постоянные зубы, то минерализация эмали, как защиты, она, конечно, снижена несколько раз. И само питание, или дети питаются, мы стараемся, родители, или все-таки взрослые, с 14, особенно подростковый период, да, вот, как я сказала, что с 14-26 лет, чаще всего они начинают прорезываться, это неправильное питание, не совсем... Чипсогазировка. Чипсогазировка, шоколад, не дай бог, начинаются какие-то вредные привычки курения, где все эти остатки пищи ацербируются, еще недостаточная гигиена полостерта, там-то где-то родители проследят, все-таки ребенок почистил, не прочистил, а тут на самотек, еще само расположение зуба мудрости анатомически так сложилось, что не каждый зубной щеткой, там, ершиком, зубной нитю пройдешь и уделишь внимание этой зоне, пища как раз там скапливается, остатки пищи, сущенный эпителин, все, что в полостерта там ацербируется, потихонечку живет, нас как-то сильно не беспокоят. И вот одна из проблем зубомудрости, даже если они и прорезались в полостерта, не говоря уже вот как раз о аномальном положении, смещении в щечную, в оральную или в мизиальную какую-то сторону, так называемая перикоронолит, это воспаление задемолярной области, ретромолярной области, то есть за зубом, вот где мы как раз не прочищаем, не прочищаем, не доходим. То есть туда ближе к щеке куда-то? Ближе к щеке, за коронкой зуба, там у нас такой, может, склад всего-всего, чего мы не успели убрать, плюс вновь прибывшие остатки пищи, и здесь как возникает хроническое воспаление, то есть мы не убираем, не убираем, не прочищаем, за слизистой это все скапливается, скапливается, и до определенного момента, когда уже не справляется слизистая вот от такого количества наших пищевых остатков случайного эпителия, микроорганизмов, которые там размножаются и живут, у нас начинается вот это воспаление, когда пациенты приходят именно с воспалением задемолярной области, и почему причина удаления зуба, еще бы я сказала. То есть из-за этого тоже зуб удаляем? Из-за этого тоже мы зуб удаляем, мы можем прочистить, рекомендовать, опять же, обсудить с пациентом, возможно, или сразу хирургическое вмешательство удаления зуба, или, возможно, какое-то консервативное лечение, это вот тщательная гигиена полости рта, мазевые повязки, антисептическая обработка. Да, если пациент от нашего лечения чувствует себя лучше, у него не наступает рецидивов, он и про эту проблему забывает. Но если рецидивы повторяются неоднократно, возможно, даже с какой-то чистотой, там, в раз в неделю, в два месяца, конечно же, это морально изматывающе. Ну и плюсом воспалительный процесс, он не дремлит, он может усилиться, увеличиваться, может привести к более тяжёлым последствиям. И, конечно же, рекомендуем удаление зуба. И сам пациент уже готов на удаление зуба. То есть тот дискомфорт и периодические боли пациента всё-таки, может быть, уже даже готовят морально, что нужно всё-таки удалить. Лучше избавиться от этой проблемы. А что касается структуры самого зуба, я слышу, что бывают такие случаи, что он крошится, но опять-таки ввиду отсутствия эмали. Ну, вот как раз в том, не отсутствия эмали, а высокопроницаемость несозревания эмали, и понятно, что они более подвержены кариесу. Вот в та ширину, что наше питание, они подвержены кариесу, и поэтому они чаще всего разрушаются быстрее. И здесь стоит вопрос о лечении или о удалении. Но я уже говорила, если всё в норме, если у нас не искривлены каналы и корни зуба, когда всё-таки брач-стоматолог-терапевт сможет качественно этот зуб пролечить, и зуб стоит в полости рта, в прикусе, в зубной дуге, то зуб лечится. Если всё-таки вот как раз вот эти препятствия искривления корневых каналов, когда авторировать, запломбировать канал, качество будет невозможно, стоит вопрос об удалении. Если стоит зуб мудрости, ну, про аномалию, всё-таки про аномалию, немножко такой ещё акцент у нас не только воспаление, у нас ещё и онконосторожность. Потому что зуб мудрости постоянно из-за своего аномального положения, особенно в щёчную сторону, мы прикусываем в слизистую щеки. Так, все так немножко начинают вспоминать, что да, да, периодично прикусываем, и вот эта хроническая травма слизистой щеки в ретромалярной области. Ну, плюс, конечно же, в совокупности с другими причинами, невгополятные условия труда, проживание, генетика, может привести к развитию онкологического заболевания, рака, или хотя бы даже предрака, что у нас выявляется, и ведётся диспансерное наблюдение таких пациентов. То есть вот один из факторов – это удаление зуб мудрости, и всё-таки пытаемся как её решить, это удаление зуба мудрости. Тоже одна из причин удалений. Потому что даже, может, ничего не беспокоит, мы увидим, что хроническая травма, всё-таки рекомендуем пациенту как профилактика какого-то онкозаболевания удаление зуба. Возвращаясь к вышесказанному вами, что в подростковом возрасте и старше вредные привычки, неправильное питание может повлиять на то, будет ли удалён зуб у пациента или не будет. Поэтому ещё раз рекомендовано специалистами, врачами, следить за своим питанием, чтобы оно было максимально правильное и способствовало правильному развитию зубов. Естественно, и посещение стоматолога раз в полгода, что, может быть, как раз и стоматолог сделает акцент, что здесь нужно усилить тщательную гигиену полостерта, обсудить с пациентом его рацион, сделать акцент, конечно же. Евгения Николаевна, ещё такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, есть ли какая-то периодичность в прорезывании зубов? Потому что, опять-таки, я слышала, что бывает весной или осенью... Они не сезонные прорезывания зубов. Нет, не сезонные. Но когда-то это чувствуется наиболее сильно. Я слышала, бывает такое, что прям очень сильная боль. Что в этом случае делать? Я говорю, что если сильная боль, как раз индивидуально с пациентом. Или консервативное лечение назначается? Это ведь я не говорю здесь о том факторе, который вы упоминали. То есть гигиена полостерта, к примеру, идёт хорошо. Но вот именно чувствуется, что он растёт, зуб мудрости растёт. Поэтому именно при разрезывании десны... Всё, я поняла вас, да. Когда вы как раз с ядром прорезывания... Да. Например, врача-стоматолога, естественно, он использует дополнительные метафоследования, как лингологическое. И уже по рентгену понимает, в каком положении зуб. Всё-таки он у нас прорежется в полостерта, встанет в зубную дугу и будет. Вред. Выполняет свою функцию или всё-таки нет. Если всё-таки прорежется в полостерта, здесь вариант так называемого истечения слизистого капюшона. То есть самое слизистое, как мы у деток, зубки прорезываются через слизистую. Тут то же самое, уже зубы мудрости, тоже этот путь нужно проделать. Прорезать через слизистую. То есть надрез какой-то делается, да? Ну, опять же, у нас слизистая у взрослого человека и в ретроамолярной области. Она достаточно толстая, кератизирована. Туда ещё могут вплетаться волокна мышц. То есть зубу надо потрудиться, чтобы прорезаться. Мы должны ему помочь. Мы, да, вот это истекаем, рассекаем слизистую над зубом. Тем самым помогаем и облегчаем боль пациенту. Если же линкологически понимаем, что зуб мудрости в правильном положении не прорежется... То есть ещё на этапе, пока он не совсем вышел на свет? Да, да. Мы можем всё равно понимать, что у нас он имеет аномальное положение. Уже на этом этапе прилагать удаление зуба. Каким образом это будет происходить? Это как раз наше операционное удаление зубов, когда мы начнём на операцию. И в зависимости... Там, я думаю, что более технично и более сложно это проводить, поскольку зуб ещё не виден. Да, естественно. Поэтому мы выделяем специально время доктора, сколько потребовалось времени для удаления зуба. Столько и было у доктора. В арсенале. Но опять же, я говорю, подготовка пациента к самой операции и осложнениям после операции. Давайте ещё несколько слов скажем о том, если по одной ситуации какие-то сложности с зубами мудрости возникают у беременных женщин. Что тогда? Беременные – это, конечно, особая у нас группа населения. Мы сейчас говорим, наверное, о... Ну, во-первых, сделаем всё-таки акцент, что будущие мамы должны быть санированы уже на этапе планирования беременности. Нужно приходить к стоматологу, выявить все хронические очаги инфекции, всё, что возможно, пролетить у врача-стоматолога-терапевта, что невозможно удалить, но уже на этапе планирования. Если такого не случилось. Самое опасное для стоматологического вмешательства – это первый и третий триместры у беременных. И вмешиваться лучше на втором. Триместр лечения и удаления, если это необходимо. Но мы стараемся, конечно же, всё-таки, если говорить всё-таки про хирургическую стоматологию, отложить удаление в этот период вынашивания плода. Но если же, конечно же, есть угроза состоянию здоровья матери, и, не дай бог, ребёнка, конечно же, идётся на удаление. Но здесь ещё плюсом нужна будет консультация и женская консультация, потому что, возможно, это будет сопряжено с назначениями лекарственной терапии, тем же самым антибактериальным, чего бы нам не хотелось. То есть мы решаем на этапе индивидуально, или сможем мы купировать воспалительный процесс без удаления зубов. Мы сейчас всё-таки про зубы мудрости, сложного оперативного вмешательства. Если не сможем, всё-таки идём, невзирая на то, что, и даже невзирая на триместр беременных, идём на удаление зуба. Если идёт угроза здоровью. То есть есть какие-то специальные препараты, специальные методики, которые делают это возможным? Использование метод выбора анестетика здесь больше. Это выбора анестетика. Методика удаления у беременных и не у беременных, она и та же. То есть здесь больше, опять же, психологический настрой и выбора анестетика. Сделается акцент на это. И ещё пару слов, пока у нас время есть. Расскажите, пожалуйста, верно ли мнение о том, что зубы мудрости так или иначе влияют на развитие гайморита? Развенчайте этот миф. Нет, гайморит, анатогенный гайморит от зубов, он возможен, он есть. Мы это признаём. И активно сотрудничают с отоларингеологами. Но причины зуба чаще всего не зубы мудрости. Они могут стать причиной донтогенного гайморита только в результате, ну, чаще всего в результате травматичного удаления. Как раз вот раз какое-то аномальное расположение или травматичного удаления. Когда гайморопазуха, когда зуб предстоит к гайморопазухе. То есть разделение зуба и гайморопазухи в несколько миллиметров. Или может быть это только шнайдерова мембрана, слизистая оболочка разделения между зубом и гайморопазухой. Поэтому здесь анатомически так сложилось, что мы при удалении уже идём изначально на перфорацию гайморопазухи. Это когда идёт сообщение гайморопазухи с полостью рта. Понятно, у нас есть методики, когда мы это проверяем уже после удаления. Если есть сообщение, перфорация, делаем пластику уже на месте удаления в условиях амбулатории. То есть развитие самого гайморита от зуба мудрости в наименьшей степени, чем от других зубов верхней челюсти. Это всё-таки второй маляр, первый маляр и прималяры. То есть зуб мудрости в наименьшей степени виноват. Но консультацию получить по этому вопросу у стоматологов можно. Можно, можно, можно. Мы здесь как раз активно консультируем друг друга. Это нас, лор-врачи, мы, лор-врачей. Всё связано. Здесь, конечно же, нам дополнительный метод исследования, как рентгологическое исследование позволяет судить. Всё-таки этот антогенный очаг развития гайморита. Или всё-таки мы здесь ни при чём. И помочь в лечении гайморита не в силах. Ну что ж, вот и поговорили мы про зубы мудрости. Очень много узнали информации. Теперь мы точно знаем, когда нужно обращаться к врачу, какие случаи могут быть и как себя обезопасить. То есть это правильное питание, это отсутствие по возможности вредных привычек и гигиена, тщательная гигиена, полости рта. И посещение стоматолога. Два раза в год. Всё-таки, я думаю, не исключаем. И в завершение мы уже поговорили как раз про зубы мудрости. Я всё-таки, даже коллектив нашего Кировской клинической стоматологической поликлиники всё-таки желает нашим пациентам, слушателям это стоматологического здоровья. Очень важно. Спасибо. Это было пожелание от Евгении Гончаровой, заведующей хирургическим отделением врача-стоматолога хирурга Кировской областной стоматологической поликлиники. С вами была программа «Слушайте доктора». Всем стоматологического здоровья. Это была Вера Власова. Спасибо. Всем до свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.